хорошо давайте тогда начинать давайте начинать 9 лекции у нас и 28 октября мы плюс-минус разобрали все что я хотел рассказать про теорию чисел кавычки да ну там всякая математика комбинаторика что-то такое вот и сейчас переходим к блоку про геометрию геометрию посмотрим тоже что что успеем что будет интересно нам разбирать сегодня такая вступительная довольно просто я надеюсь лекция это элементарная геометрия элементарная геометрия и триангуляции вот сначала поговорим про то что я надеюсь всем из вас известны из курсов либо линейной алгебры либо алгебра геометрии как вообще можно задавать точку на плоскости но мы мы пока что будем жить в r2 то есть на обычные плоскости в пространстве там где-нибудь чуть позже выйдем в r3 вот как хранить точки что что с ними можно делать всякие там скалярные векторные произведения как пересекать прямые как находить расстояние от точки до прямой вот вероятно вы все эти формы уже знаете поэтому мы по ним быстро пройдем возможно что доказывать не будем но просто чтобы повторить осуждать память потому что когда-то же это все точно будет все эти формы будут нужны так ну поехали значит сначала точки векторы как мы их представляем что мы от них хотим предлагает что мы живем в р2 на обычной плоскости ну тогда все что у меня есть это две координатные оси x и y соответственно каждая точка задается своей проекции на оси абсцисс и на оси ординат то есть мы сейчас будем говорить по модулю программирования только о полярных и ортонормированных декарта на декартовых координатах да так что такое полярный я не очень понял ну когда точка задается радиусом и углом от оси абсцисс но я бы сказал что мы будем говорить только обычными координатами x и y то что вы называли дима ортонормированными а там где нам нужны будут всякие углы мы это будем высчитывать исходя из этих координат то есть у нас основная форма представление это вот в ортонормированном базисе с каким коэффициентом нужно взять два вектора чтобы получить наш вектор вот и при необходимости мы будем переходить в ту форму которая будет удобнее то есть когда мы будем говорить про повороты мы там будем считать угол но этого вот базируется все на на одном нашем то есть даже полярных не будет не то что их самых наклонных осей ну видимо не будет да хорошо ну то есть кажется все что нам нужно она выражается через через x и y и поэтому поэтому без этого сможем обойтись и также любая точка она сдается своими двумя координатами а и б про проекция на у x проекция на у вот и здесь же мы говорим что в общем-то каждая точка она однозначно соответствует вектору такому радиус вектору точке 0 0 в нее же в точку п тем самым у меня как бы точки и векторы такие радиус вектора из начала координат в эту точку они друг другу соответствуют и имеет одни и те же координаты потому что если точка по имеет координату а b то собственно вектор из 0 0 в эту точку имеет те же самые карната поэтому мы структуру точку и структуру вектор будем хранить в одной большой структуре которую но я обычно называю point структ point потому что ну скорее главное что нам нужно это что эта точка потому что любой вектор он как остается своим концом и когда мы знаем начало что это но вот какая структура point ну и соответственно здесь основные поля это айба давайте скажем пока считать что у меня все карната численная насчет мне будет два поля давайте не айба x и веке назову координаты соответственно обе оси ну что например если у меня есть теперь две точки какие-нибудь на плоскости поику то чтобы посчитать вектор между ними чтобы задать вектор с координатами равными вектору исповку мне нужно написать что примерно такое мне нужно писать куточка x минус п . x у . y минус п . и мне нужно просто посчитать разность по иксам разность по игрекам и это будет наш вектор в со стрелочкой в со стрелочкой это такой вектор исповку до конец координаты конца минск координат начала исповку ну и соответственно здесь тогда можно написать оператор минус на наших точках чтобы он по двум точкам строил вектор из одной в другую ну или просто как бы папа компонентных вычитал читал вот здесь вот внутри можно написать что-то в стиле point оператор минус принимая там какую-то другую точку по константной ссылке он и ноут я не знаю как вы здесь привыкли писать я обычно пишу здесь азар переду как бы другую точку еще в конце концов чтобы ничего не менять но return соответственно точку с координатами x минус азар x y минус азар y подразумевая что у меня есть конструктор по двум координатам просто конструктор точки по координате иксу и в карнахе или все тогда мы можем очень легко считать вектор между двумя точках ну и то же самое можно определять там сложение точек как сложение векторов если есть два вектора там у и в какие-то у и в то мы можем определить их сложение как вот диагональ параллелограмма натянутого на эти два вектора вектор вот такой у плюс в соответственно его координаты это просто по компонентное сложение у x плюс в x и выиграть плюс в игре я даже писать не буду опять по компонентно просто операция сложений можно также что сделать можно увеличить вектор в какой-то константу раз можно имея вектор у давайте здесь подпишем что это мы подразумеваем оператор плюс оператор плюс сложение двух векторов здесь по вектору я скажу могу построить какую-нибудь вектор кау взять этот вектор отложить несколько раз нужно к тогда это реализуется помощью оператора умножить на какое-то там не целое число к пока что если мы считаем что все координаты целые да и что у меня это всегда выполняется только как будто бы я всегда беру только целое число раз этот вектор отклад когда к как будто бы цел ну вот такие базовые операции очень легко пишутся с помощью с помощью нашего конструктора по двум координатам по иксу и по игреку и очень удобно с ними работать если вы напишите именно это как операторы то вы в общем то вы прям в ходе можете работать с этими объектами как как на бумаге то есть пишите на бумаге там не знаю вектор у минус вектор вы и точно то же самое у вас будет в ходе просто у минус то же самое минусе которые пишут на бумаге также у вас будет в ходе вот это довольно удобно чтобы там не писать всякие функции и потом с обтракт вектор писатель и оператор и работать также как как вы пишете на на бумаге следующий примитив который нам нужен это прямая структ line ну и соответственно мы хотим от нее чтобы она как-то чтобы эта структура однозначно сдавал хоть прямую на плоскость давайте подчеркну чтобы понять что другой блок структура прямая должна как-то вот нам нужно как-то задавать прямую на плоскость даже не знаю вы наверное так все знаете но все равно проговорю что обычно прямые удобно ну или по крайней мере принято представлять в виде и кроме x плюс b и тогда можно было бы сказать что как бы прямую мы будем хранить как вот эти два коэффициента кайба это как бы в принципе валидно но к сожалению в таком виде задаются не все прямые а именно они задаются вертикальные прямые то есть такие прямые у которых как бы x не меняется у них какой-то x фиксированный а y любовь и тогда вот такое уравнение здесь не подойдет да не подходит и значит наша форма представление прямой виде к x плюс b она ну как бы исключает из рассмотрения вертикальной прямой в принципе с этим можно было бы и пожить сказать что перед тем как обрабатывать все что нужно перед тем как решать задачу мы повернем всю картинку на какой-нибудь случайный угол альфа где альфа тому равномерно выбирается из интервала 02 бей и тогда скажем что тогда с вертностью 1 у меня не будет никаких вертикальных прямых соответственно таких крайних случаях не возникнет это валидный подход но здесь когда мы переходим к поворотам да когда мы сначала супер синг поворачиваю на альфа у меня конечно во первых сразу точно у меня не получится работать целых числах потому что ну поворот на альфа это точно всякий косинус и синус умножение всякие это точно переходит к даблам или он даблам короче числа с плавающей точкой да да ну на самом деле если мы работаем в двумерном варианте то возможно можем обойтись без синусов косинусов использовав комплексные числа и умножение на комплексную экспоненту ну хорошо в каком виде вы храните комплексные числа ну да там тоже с даблами сегодня не спорю но как бы не имею ввиду что 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 вообще лучше кстати будет косинус и синусы или комплексные экспоненты тогда одно и тоже комплексные экспоненты она ну по крайней мере в насколько я знаю есть этот класс комплекс все плюс плюс и он как хранится он хранится вещественной частью мнимой частью поэтому нет нет разницы поэтому мы не мы ну как бы мнимые экспоненты это косинус альфа запятая и синус альфа а то есть он он не хранит ладно я понял да но как бы он же не может себе написать что там z равно есть степени и альфа он же ну как бы ему нужно знать ну короче короче нет все равно там там нужны вот в итоге в этом подходе да и если переходить повороты то возникает много всяких поворотов возникает много неточностей и мы будем иногда стараться следить за тем чтобы не переходить к вещественным числом когда не нужно вот и здесь если исходные числа были целы это в принципе можно без этого обойтись а именно мы будем хранить прямую в виде трех координат не как здесь было две координаты к и b у меня будет три координаты abc соответственно прямая у нас представляется в виде а x плюс by y плюс c равно нулю а x плюс y плюс c равно нулю вот в таком виде уже задается любая прямая и строго вертикальная и строго горизонтальная и любая другая наклонная единственный ну такой возможно минус этого подхода в том что прямая тогда задается неоднозначно потому что если вы умножите все три коэффициента abc на какую-то общую константу скажем лямбда тогда у вас не нулевую понятное дело когда у вас уравнение не изменится да потому что если вы левую часть умножить на лямбду право на лямбду то вас ничего не поменялось вот как бы у уравнения прямой есть несколько несколько одинаковых записей когда у вас все константы отличаются в лямбду раз но бог с ним нам главное чтобы была хоть какая-то запись чтобы хоть было хоть какое-то представление для прямой можно построить конструктор прямой по двум точкам значит самая самый простой способ построения прямой ну или даже возможно не сам не сам простой а самый частый частый нам нужный это прямая по двум точкам значит пишем конструктор по каким-то двум точкам конст point п конст point честь у нас два объекте к мы хотим мы как точнее 2 . мы хотим по ним построить прямую то есть найти такие abc что . поику на них лежат так значит давайте оставлю место под код внизу на следующую форму если у меня есть . ps координатами x1 и y1 и . ку с координатами x2 и x2 мы строим вот такую прямую тогда нам на роль abc подойдут следующее следующие штуки на роль п можно взять на роль айзи y1 и y2 на роль b можно взять x2 минус x1 на роль c x1 y2 минус x2 y1 познать я утверждаю что если взять такие abc то они нам подойдут то есть если рассмотреть потом прямую айзи плюс биглик все равно нулю то он не будет лежать точки поику если предположить что точки поику из изначально различные то есть прямая однозначно восстанавливается то вот ее можно сохранить в таком виде а такое бы такой формализм это докажем чтобы нам это доказать нужно просто подставить точки по реку в наше уравнение прямой в а x плюс в игре плюс c и проверить что на обеих точках достигать равенную начну сделаем это для точки по а на x плюс b на y плюс c я подставил точку по выравнению прямой раскрываем скобки даже не буду раскрывать просто давайте посмотрим что здесь сокращается вот есть x1 y1 которая здесь сократится на слева с плюсиком справа с минусиком дальше есть минус x1 y2 плюс x1 y2 есть x2 y1 минус x2 y1 получился 0 то же самое можно проделать для п если я подставлю координату x2 и y2 то ну понятно дело получится то же самое но давайте тоже проверим значит x2 y1 минус x2 y2 плюс x2 y2 минус x1 y2 плюс 1 x1 y2 тоже получился ну ну все значит мы действительно если мы задаем просто а в ци вот так вот так то получаем прямой на которой лежат обе наши точки собственно что нам нужно нам нужно было построить такой прямой на которой лежали все что нужно лежит точнее на шли . вот мы ее получили повторюсь их там несколько если умножу а b c на 1 лямбда не нулевое то получится тоже корректно уравнение нашей прямой но нам не нужно хранить все нам достаточно кого-то 1 представление нашему и здесь тоже очень приятные координаты x и y были целыми то а b c тоже останется целым потому что здесь разность и произведение все . будут целыми вот а если бы например делали бы в виде y равна к x плюс b там ну там не явно ну да даже явно до зашли пациент наклона к и там явно будет нужна как дробь к там точно будет какой-то нецелое обязательно и то есть тут как у нас даже даже два выигрыша на во первых мы не переходим к даблам там где-то можно избежать там где-то можно избежать и во-вторых мы можем представлять все прямым в итоге код такой ну здесь я напишу что если только по и к одинаковые то там нужно вот это вы лучше меня знаете что есть там какой-то какой-то строго до написать exception как-то дать понять пользователю что он делать куда дичь что нельзя поставить . например в нормальном случае есть точки по и ку различные значит нужно сделать понятно что просто что написано ниже значит а это при игре минус ку игрек в это у x минус по x c это x на q y минус по y на ку x потом пожалуйста конструктор прямой подумал по двум точкам прямо по двум точкам так хорошо хорошо давайте еще поговорим про прямую про всякие параметры если есть какая-то прямая скажет с уравнением а x плюс bg плюс c равно нулю то с ней связаны два следующих вектора во-первых есть вектор нормальная вектор нормальный у которого координаты азык то его и есть направляющий вектор направляющий вектор ну его обычно зовут а конечно ну давайте его назову вектор и вот и здесь у него есть два представления либо это b минус а либо минус b а то есть тут одна ну во первых ашка и бэшка поменяем местами во-вторых любая из них взята с минусом одна с плюсом другая с минусом можно взять и так и так понятно что от знака от изменения знака обеих координат переходим отсюда мы меняем по сути знак обеих координат это самом деле просто будет противоположный вектор то есть один из них грубо говоря смотрит направо другой налево да вот если мы берем там б минус а он смотрит куда-то а минус b а смотрится соответственно другую сторону так ну как-нибудь надо это наверно понять давайте сначала поймем что или это действительно направляющий вектор вот синенькая направляющий вектор идет легко понять пусть есть какая-то . xy лежащий напрямую соответственно тогда для нее выполняется вот это уравнение прямой а икс и сбеги равно нулю тогда давайте мы отложим точку точнее отложим вектора или направляющий вектор наш и мой но потенциально до который мы проверяем то что направляющий мы отложим от точки xy соответственно получим точку какую-то новую с координатами x плюс b что эта точка тоже лежит напрямую то есть удовлетворяет уравнение прямой тогда мы получим что действительно это направляющий вектор потому что по сути это это разница между какими-то двумя точками напрямую значит это по определению практически подставляем x вот это новое до x плюс b и как минус а в наш уровне прямой получаем а на x плюс b плюс b на y минус а плюс c здесь все отлично здесь у меня вылазит и скобок а b и минус а b они сократятся останется исходная а x плюс b и плюс c и это равно другому предположению ну что точка x и бежал на прямой ну все значит действительно направляющие то есть вектор который как бы параллели наш примут вот теперь чтобы понять что n это вектор нормально достаточно проверить что векторы и и и н ортогональны вектор л и и н ортогональны ну а тогда на из векторов мы знаем как проверять это равенство нулю из столярного произведения опять таки там из какой-нибудь длина ла мы знаем что ортогональность векторов это то же самое что равенство нулю из столярного произведения ну давайте перемножим да то есть по точечно перемножим и сложим что у меня будет меня будет был нужно а минус а умножить на b то есть как раз 0 поэтому действительно n нормально вот ну хорошо такие два два важных вектора прямой вектор нормально вектор направляющей нам будет удобно с ними работать но особенно с нормально так если если есть вопросы то пожалуйста прерывайте и отвечу да ну тут еще можно такое заметить что довольно часто вектор нормально удобно представлять единичный вектором . у него длина единичная если это нужно сделать то мы конечно же можем этот вектор там пен поделить обе его координаты на длину вектора то есть на корень из а квадрат мы можем конечно этот вектор сжать так что он будет единичной длины если это прям нужно да но тогда мы скорее всего ну там почти всегда мы уйдем от целочисленности поэтому как бы формально вектор n это не то что вектор нормально единичной нормали что там обычно строить во всяком от они когда мы берем производную приводь что-то такое и нормируем это просто какой-то вектор перпендикулярной прямой и нам это нужно учитывать что это не единичный вектор а вектор какой-то произвольной длины и потом если что нужно будет делить на как раз таки этот корень из суммы квадратов а его так давайте тогда здесь же раз мы про это говорим мы вспомним как сайт расстание точки до прямой расстояние точки до прямой есть какая-то прямая сдаваемое уравнением вот таким вот и . с координатами давайте скажем что . поиск армянам bx по y мне нужно найти вот это вот расстояние то есть что будет если опущу перпендикуляр как обыдлина я утверждаю что достаточно просто подставить точку п выравнение прямой то есть здесь вот вместо икса и написать по xp y взять модуль у этой величины и нормировать на корень сумму город а его так да тут я понял что это не очевидно давать поровну как мы быстро доказать я утверждаю что расстояние равно следующей величине для удобства это при обозначить давать это будет меня x 0 y 0 вот так тогда расстояние будет равно следующей величине а x 0 плюс by крик 0 плюс c делить на корень из суммы квадратов а и b или на корень сумму когда спайба так но чтобы это доказать давайте мы опустим перпендикуляр на нашу прямую это будет какая . q и тогда мне что нужно написать до что чтобы п чтобы q было действительно перпендикуляром в смысле основание перпендикуляр то есть проекции по на нашу прямую мне нужно написать что q во первых лежит на прямой во вторых что вектор п.q коллинеарен нормале вектор таку мы были ными с вами могут стать следующий что q это какой-то p плюс n умножить на лямбду а то есть я понимаю что чтобы от точки добраться до прямой и нужно двигаться в направлении параллельно нормально если есть вектор нормально то есть вектор а.б. то мне нужно будет его умножить на какую-то лямбду чтобы опуститься напрямую . это p плюс n лямбда и при этом ку лежит напрямую ну и соответственно это буду равнее на лямбду давайте посмотрим у имеет каких координат и давайте ночь у в виде столбика из двух чисел x 0 плюс а лямбда и при 0 плюс б лямбда теперь мне нужно писать уравнение на лямбда которое бы означало что . q лежит напрямую соответственно я подставляю вот эти вот координаты в уравнение прямой получаю следующее а на x 0 плюс а лямбда плюс b на y 0 плюс б лямбда плюс c должно быть равно нулю это выражение для лямбда чтобы . q лежал напрямую так разрешаем его относительно неизвестного направо переносим все остальное перенесли получили что лямбда это минус подстановка точки точки п уравнение прямой делить на а квадрат плюс до квадрат соответственно мы получили лямбда мы получили тон сколько раз нужно приложить вектор нормально к точке п чтобы опуститься напрямую значит ответ да давайте напишем что дистанции от п до или просто нет в это прямой это что такое это длина вектора лямбда n потому что мне нужно . п лямбда раз положить вектор чтобы опустить напрямую то есть как раз длина этого вектора есть наш ответ модуль лямбда это как раз таки модуль айс 0 плюс y 0 плюс c деленный на квадрат квадрат вот но вектор нормально как я уже говорил выше у него длина имеет потому что вы карнат просто а б вот мы получили собственные искомую форму что когда мы здесь сократим сумму квадратов и корень из суммы квадратов у меня получится искомая формула что когда мы просто поставили по уровне прямой поделили на корень сумму квадратов и это есть расстояние точки до прямой вот но и заодно мы нашли не только расстояние . прямой но и по сути нашли проекцию потому что если мы знаем чему равно чем рано лямбда то есть сколько раз нужно продолжить вектор нормале к точке п да тогда мы просто прибавляем это самое лямбда n кп и получаем проекцию мы знаем не только расстояние до прямой но и проекцию . вот и здесь уже скорее всего нам придется отказываться от целочисленности да потому что здесь когда мы опускаем нормально прямую во-первых расстояние там явно уже какие-то корни возникают да во вторых чтобы посчитать вектор лямбда n мне нужно поделить там что то ну даже целочисленное на что-то целочисленное что потенциально не делится до что возможно не делится поэтому . q имеет уже вероятно рациональные координаты вот и иначе нам же переходить к дабло то есть в момент когда нам нужно опускать пермодикуляры на но быть опускать проекции напрямую из точки уже к сожалению вентах все считать не получится даже если исходные координаты в сердце осуществлены здесь же придется переходить к ну либо даблом да там числом с полученной точкой либо заводить свой класс решинал и хранить эти точки в виде числитель запятая знаменатель а если мы хотим считать все точно и вот у нас прям большие проблемы с точностью может быть очень много операций тогда возможно еще может быть такое нужно делать что считать нужно все в рациональных то есть считать что у каждой точке каждая точка теперь не расчисленная а рационально есть координата у нее есть по иксу числитель знаменатель по игреку и соответственно все все вот это то что было выше нужно переписать на то есть если вы заведете свой класс решину класс рациональных чисел как числитель знаменатель то тогда вот это вот все что выше можно надо будет прицать для рациональных чисел но это это да если пока что то есть пока что можно считать что все рационально дальше будет так что уже рациональных не хватает и придется переходить к обычным веществом там лучше чем дабл ничего не сделать окей мы опустили пермитикуляр напрямую дальше простой примитив это пересечения прямых пересечения прямых здесь решается просто методом кроме на смотрите есть у нас две прямые 1 имеет вот такой вид другая вот такой вид и вам нужно идти точку их пересечения ну или сказать что прямые параллельно то есть имеет 0 точек пересечения или прямые совпадают и имеет бесконечно много точек пересечения ну давайте как нибудь это поймем давайте я не буду писать какую-то функцию потому что непонятно что он должна возвращать да она должна сообщить как бы возвращать сообщение какое-то типа как эти прямые друг к относительно друга расположены и при этом если они пересекаются по одной точке то эту точку давайте не будем писать возвращаемый тип давайте просто напишем уравнение систему ранее которые мы решаем по сути мы просто решаем такую систему система линейных уравнений относительно двух переменных x и y вот у нас есть замечательный способ это решать это метод крамера он работает следующим образом значит мы считаем определитель нашей давайте давайте я перешу это терминов матрицы сервинах матриц это работает вот так 1 минус 1 минус 2 вот но и здесь значит кроме работы следующим образом мы считаем сначала определитель вот этой исходной матрицы которая стоит слева это соответственно 1 в 2 минус а 2 в 1 затем мы подставляем вместо первого столбца вот этот результате 6 столбец который стоит справа тем самым мы как бы забываем про ашки и ставим на их места минус 1 минус 2 и опять читаем определитель получится ну давайте я напишу что это будет минус c1 в 2 плюс c2 в 1 то же самое дельта 2 это когда мы вместо вышек ставим наш столбец минус сша то есть вместо b1 в 2 3 минус 1 минус 2 будет у меня видимо минус 1 c2 плюс а 21 для тех кто вдруг не знаком с методом крамера давайте просто я скажу следующий вот посчитаем дельта 1 без этого соли дельта 1 без этого по таким формулам тогда верно следующее если дельта равно нулю то что поделька дельта это определитель нашей исходной матрицы вот этой матрицы 2 на 2 и понятно что если дельта равно нулю то значит матрица вырождена и поэтому система она либо несовместна либо имели скончено в решении о прямые значит параллель потому что если наши если наши если наши матрицы вырожденная да тогда это значит что в терминах не знаю там в терминах направляющих векторов это можно скажем переформулировать значит можно написать можно стать вот здесь вот направляющий вектор там b1 минус 1 и вот здесь это b2 минус а2 и написать условие на то что эти векторы коллинеарны то есть там пропорциональность точность такой константы мультипликативные то есть скажем что один вектор это другой нужно лямбду другой нож на лямбду и тогда как раз вот это вот выражение 1 до 2 минус 2 b1 будет равна нулю ровно в том случае когда ваши векторы ну пропорциональны до что один отличается другого на константу вы видите в константу раз получается что как раз равен с нулю вашего нашего определителя означает что направляющие векторы наших прямых параллельным значит они ну точно значит и прямые параллельные поэтому они либо просто параллельные не пересекаются либо они совпадают а вот две такие прямые в одном месте прямые параллельные или даже совпадают или даже совпадают ну хорошо это в случае когда дельта равно нулю в случае когда дельта не равно нулю если дельта не мира нам известно что единственное решение это уравнение это следующие две дроби вместо x а нужно написать дельта 1 или дельта вместо y дельта 2 9 дельта вот это просто метод кранера если он вам не знаком то просто в качестве упражнения докажите что действительно в этом случае когда дельта не равно нулю то есть когда можно делить и когда наши прямые не параллельны точка пересечения задается вот такими вот уравнения вот такими вот координатами можно просто подставить вот эти вот оба оба числа уравнения прямых обеих проверить что в эти точки зануляется зануляется оба уравнения то есть получается что эта точка лежит на обеих прямых что и требовалось да мы нашли такую точку которая лежит и там и там вот ну хорошо мы мы поняли как различить два случая параллельности или пересекаемости и в случае когда они пересекаются мы нашли их общую точку через метод кранера теперь как различить два случая до прямые параллельны или когда они совпадают как нибудь можно это различить у вас есть кинтверсия если они совпадают то у них коэффициенты пропорциональны если не совпадает только официант пропорциональны да можно так сказать действительно они совпадают давайте пропишем они спадают если только если существует такое давайте к напишу лямбда мы уже переиспользовали что там один это к 2 b1 это kb2 c1 так а c2 да это верно и соответственно можно например рассуждать так чтобы проверить что не совпадают при условии что они параллельны давайте мы скажем что к равно а1 делить на 2 и проверим выполнение вот этих двух уравнений правильные эти двух уравнений вот но к сожалению это не работает если а2 равно нулю да поэтому так можно я только если а2 не равно нулю значит в общем случае такой подход мне кажется работал бы так мы находим из трех координат а bc там а 2 бы 22 какую-то ненулевую скажем там б не нулевая тогда пишем что к равно бы один делить на b2 коэффициент пропорциональности да и сравним что там для остальных координат а и c выполняется такая же пропорциональность тем же сам коэффициент да можно так у меня есть другое предложение можно еще проверить можно сделать следующее взять найти какую-нибудь точку на одной из прямых и проверить лежит ли она на другой прямой соответственно если она лежит то получается что у черек есть общая у прямых есть общая точка значит они обязательно совпадают там просто все точки общую вопрос можно ли как-нибудь найти какую-нибудь точку на прямой x плюс b плюс c равно нулю можно найти какую-нибудь точку здесь видимо те же самые проблемы давайте скажем следующее что в обычном случае когда мне прямая не вертикальная горизонтальная можно но там точно есть . с координатой y равно единице точность . с карната y равно единиц да тогда надо просто посчитать чему равно x когда x это минус b минус c делить на значит случае когда они равно нулю у меня на прямой обязательно лежит вот такая . минус b минус c делить на а за единиц так добьемся для чего-нибудь полезного от этого кажется нет потому что я хотел сделать как-нибудь это без делений потому что вот здесь вот ну так не очень хорошо что мы если в тупую это реализовывать то вам по сути написали деление на двух чисел и если до этого все было целочисленное да и скажем мне нужно просто проверить прямой совпадает или нет то хотелось бы это все тоже сделать в целых числа без зрения но понять что этот способ который выше вот этот вот его конечно можно сделать в целых числах просто сохранить вот это отношение а1 делить на 2 как ну числитель и знаменатель на без деления явного и тогда подставляю его сюда просто проверять что в 1 равно а1 в 2 делить на 2 и просто это 2 перенести сюда и будет все хорошо понятно что это может здесь вот здесь я хотел придумать какую-нибудь такую точку которая заведомо целочисленная но что-то как-то не зашло не зашло но и видимо в общем случае я не верю что это делается потому что если мы фиксируем какой-то из переменных x или y тогда мне нужно будет поделить скажем когда мы их фиксируем y нужно будет вот это поделить на а и добиться того чтобы это делилось на она целого не понятно как потому что весь слагаемый c да и непонятно как его сбавляться поэтому предлагаю продавить и если когда чтобы проверить не совпадает на просто проверить пропорциональность коэффициентов да ваш метод рабочий хорошо хорошо это сделали давайте еще одну штучку здесь же про пересечения это пересечение окружности и прямой и чини окружности прямой значит но сначала как можно хранить окружность окружность можно хранить центром удалил точкой п который является центром окружности а также ее радиус радиусом r соответственно этом для удовольствия можно написать написать какую-нибудь структуру которая хранит точку п и одно там одно число и одно число и радиус вот и вопрос как решить такой задачу погнать и вот эти точки пересечения прямой и окружности с центров и радиуса сейчас секунду да ну нас интересует просто чтобы расстояние от п до прямой было меньше или равно радиус да это мы проверяем наличие пересечения пересечения вообще есть пересечения есть если только если дистанция от п до л давайте опять прямой звук ликой меньше либо равно радиус только в случае мы можем сейчас кстати сказать разделить отдельно на случай меньше и равно потому что случай разница будет касание да все верно в случае в случае равенства действительно когда расстояние от пэду или равно r это значит что у меня красный как это вот такая а и прямая прямая у меня пересекает окружность в одной точке это случае дистанция равновесно ну соответственно когда дистанция меньше чем r то у меня происходит пересечения в двух точках вот этих вот и смотрите здесь можно было бы действовать совершенно наивно сказать что по сути мы решаем вот такую систему уравнений при вот этом условии когда мы поняли скажем что пересечения в принципе существует иначе нужно сказать что их нету при этом условии мы решаем такую систему уравнений уравнение прямой а также уравнение окружности уровень окружности можно писать так давайте опять скажем что у п когда уравнение окружности задается вот в таком вот виде это уравнение просто говорить что расстояние до точки x 0 y 0 равно r ну или точнее квадрат растания равен r квадрате этого то что написано в этой строчке можно дальше просто сказать что она у меня есть две переменные x и y какой-то из коэффициентов а или b не равен нулю давайте относительно ну там если они равно нулю тогда давайте разрешим уровне относительно x а выразим x через y выразим x через y подставил сюда решим квадратно равнее найдем y и по формуле выражение x а через y найдем x валидный способ так можно сделать но какие тут есть проблемы во первых ну ладно наверно одна проблема я вижу одну проблему вижу в таком методе проблема в том что когда и ну в общем непонятно кто равен нулю что делать короче если а либо равно нулю да то есть хорошо общий код работает если там а не равно нулю такое выражение работает выражение x а через игрек и потом подстановка и подсчет икса в конце а если а равно нулю то нужно ворот игрек через x а потому что то что работало то что было выше не работает ну и поэтому нам нужно как бы оба случая обработать когда аргумент нужно игрек выражать когда выражать и то это надо делать поэтому нужно оба случая разбирать вот метод который мне кажется чуть более экономным с точки зрения количества кода следующий давайте мы опустим давайте мы опустим перпендикуляр из центра окружности на нашу прямую благо перпендикуляры мы уже опускать умеем то есть мы по сути найдем проекцию центра на нашу прямую вот пусть это 5.q и у нас уже выше есть написанная процедура которая это делает я явно не прописывал но конечно это можно сделать по . и прямой найти проекцию а дальше что дальше не нужно от нее отступить понятное дело на одинаково расстояние в обе стороны по этой прямой вот сюда на куда расстояние сюда на то же самое расстояние на то же самое потому что ну картинка симметрично вот такой то 7 значит что вам теперь нужно будет сделать нам нужно будет найти направляющий вектор этой прямой а это может тоже знаем как его находить через через уравнение прямой и останется найти длину вот этого вектора и потом нам нужно будет просто от q в обе стороны прибавить этот направляющий вектор умножить на эту длину то есть направляющий вектор мы нормируем чтобы он был длины 1 и откладываем его влево то есть плюсиком на какую-то длину к и в право то есть минусе там на ту же самую длину к вопрос только какова это длина какого-то длина к ну она понятна какая это корень из первых квадрате минус расстояние от подоку дистанции от подоку в квадрате потому что просто римфа города у нас есть это расстояние от подоку у нас есть гипотенуза нашего качества это радиус просто окружности значит 2 к сетка это вот такой корень корень за скорость минус расстояние от подоку но расстояние подоку тоже давайте напишем расстояние между точками это по x минус q x квадрате плюс по y минус y минус q квадрате есть всего этого корень расстояние между точками соответственно здесь даже как бы не нужно вот этот корень извлекать если если мы там борцы за точность то вот этот корень здесь не нужен потому что по сути мы ищем только квадрат расстояния и там нужно в идеале нужно как функция считающих квадрат расстояния то есть несколько еще корень вот потом соответственно чисто лета к путем однократных извлечения корня ну и в качестве тэта до лучшем точке у плюс к в и у минус к в если в это направляющий вектор прямой единичной длины направляющий вектор и единичной длины ну а в случае равенства нас уже когда расстояние от пойду или равно в точность р когда вот эти две точки будут одинаковые там кого равно нулю и ну по сути если если не париться и написать просто то же самое вы верните две одинаковые точки потому что когда вот ну когда вы так непрерывно сдвигаете вашу прямую вдоль точки касания у вас точки пересечения движутся на встречу друг другу и вот это вот экстремальной ситуации когда у вас прямая переходит в касательную у вас точки склеивать образуется одна точка но здесь уже как бы зависит от деталей того как вам нужно все обрабатывать если вам нужно прям у конкретно вывести на множество точек то нужно тогда отдельный случай заехать и вернуть одну просто куб просто основание перпендикулярно из p1 и иначе если точки причине 2 то вот нужно плюс минус к в добавить к вот у этого метода хорошо преимущество в том что нам не нужно сдать два случаев а не нужно понимать выражать x через и крик или y через x а также мы много как бы существенно за действием уже тоже написано выше да у нас чего у нас есть а да ну нам самое важное это найти проекцию точки напрямую найти а дальше там умножение на вектор умножение числа на вектор сложения двух векторов вычитание двух векторов это уже все написано здесь как бы как будто бы с нуля все делаем да не имени тех уже написано функций поэтому это получше так ну и последнее пересечение это причин двух окружностей есть две окружности соответственно задаваемые своими центрами x1 y1 x2 y2 и радиусами r1 r2 наша задача понять их точки пересечения пересекаются ли не вообще вот здесь можно написать кучу всего можно развивать кучу случаев решать систему квадратных уравнений все это можно делать но все это на самом деле излишне и очень очень громоздко потому что здесь куча всяких неприятных случаев типа например вот такого когда одна окружность внутри другой соответственно там предельный случай когда они касаются по внутренности определить случае когда они наоборот ну там сейчас ну касается так вот по внешности в общем куча всяких неприятных случаев может быть их взаимного взаимного расположения и соответственно как-то все это в наших уровнях квадрата мы будем решать надо будет учитывать там какие-то что чтобы будет чтобы делить а нужно будет проверить что там что-то не равно нулю и так далее так далее все это все довольно неприятно гораздо проще сделать следующий давайте мы но по сути мы все также решаем вот такую систему уравнений что мы ищем такие точки которые находятся на расстоянии от первого центра на расстоянии r1 и на расстоянии второго центра равном r2 по сути мы решаем ту же самую систему уравнений только мы будем решать ее не как системы квадратных уравнений а давайте вычтем из одного уровня и другое если мы вычтем из одного за уровня и другое то у меня как раз такие там и скажем я первое первое оставляю и записываю второе уравнение минус 1 тогда у него вот в этом уравнении 2 минут когда мы вычитаем 1 2 у меня сократятся все квадрат потому что меня здесь было x квадрат y квадрат и здесь тоже экспорта игр и когда их вычет у меня все квадраты сократятся и будет просто какой-то линейное уравнение эта штука это уже линейная относительно x а y линия уравнение относительно x а y то есть на самом деле когда мы вычитаем из одного уровня другое мы получаем уравнение вида а x плюс b и плюс c равно нулю то есть на самом деле мы получаем уравнение прямой а дальше нам достаточно теперь решить такую систему уравнений первое уравнение и вот это вот прямая которая получается как разность наших двух окружностей да 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 конечно потому что это такая прямая на которой лежат точки причине наших наших окружностей ну значит и как раз вот это вот это самое там а вот здесь я неявно подразумеваю что вот эти вот и системы эквивалентно что множество решений системы 1 и 2 эквивалентно ну точнее равно просто множество решений системы 1 и 2 минс 1 то кстати небольшая аналогия с логарифмом эвклида потому что как нас было в алгоритме эвклида что gcd двух вот таких вот чисел равен gcd двух вот таких вот чисел считаем из из одного другое то то же самое что если что-то и там какая-то точка x y является решением левой системы то она является решением и правой системы и наоборот если есть решение правой системы то есть решение левости но неважно шаг в сторону ну все а а пересекать окружность прямой мы уже умеем это вот было выше если мы мы напишем процедуру которая нам по окружности прямой находит их все пересечения или сообщать что их нет тогда нам нужно просто будет дернуть эту функцию один раз просто вызвать функцию с нужными коэффициентами и будет нам победа мы тоже найдем все точки пресечения вот здесь вот когда мы говорим уже про пересечения там сложных фигурте по прямой окружности прямой и и и и и 2 окружности здесь видимо никак не обойтись без перехода к даблам потому что кран пересекали прямую окружность нам нужно опустить прямую на нам нужно опустить проекцию а по себе петербург на прямую и потом от вектор отступить того без стороны что-то и понять что вот эти вот отступы они там нужно извлекать кучу корней и тогда эти координаты наши зуб точек они уже совсем не взять и рациональны уже возможно изもう там производные вещественные когда мы сделаем корень что могут стать вещественными они рациональны но то же самое здесь да если мы причине окружностью перед причиной прямой то тоже мы здесь в рациональных уже не всегда сможем обойтись придется использовать плавучую точку и соответственно ну как-то накапливать ошибку потому что если мы как-то если мы переходим к вещественным числам в даблам то конечно Максимально то, что мы хранить не можем, там будет какая-то погрешность всегда в наших ощущениях, какая-то маленькая норма будет. Кстати, а вообще, если у нас контест будет, то его можно будет залить на рейшналах или все-таки слишком долго будет? Нет, но обычно это не очень долго. Обычно это не очень долго. Но для этого задача должна быть такой специфической, что в ней не нужно находить вот этих вот точек. То есть там, в частности, нельзя будет пересекать прямые окружности. Но если в прямой задача этого не нужно, то с вероятностью 1 можно будет написать в рейшналах. Но, скорее всего, можно будет и без этого написать. Можно написать в добавках, как обычно. И просто там равенство, проверить точечное число эпсалона. Чтобы проверить, что две точки одинаковые, вы проверяете, что у них разность по иксам не больше, чем эпсалон. И разность по иксам не больше, чем эпсалон. Скорее всего, можно будет так и так. Так, хорошо. Давайте тогда последний примитив, который мы уже неявно пользовались. Это скалярное векторное произведение. Скалярное. И... Ну, вот это называется векторное. Давайте я назову псевдовекторное. Все-таки. Псевдовекторное. Произведение. Векторное произведение – это строгое... Это в трехмерном пространстве строгое определение, там, когда мы умножаем, в общем, когда мы считаем какой-то определитель, там все хорошо определено. У нас такое, как бы, кривое векторное произведение. Ну, скалярное произведение мы знаем, что такое. Если у меня есть два вектора, x1, x2... Точнее, x1, y1, x2, y2... То есть, скалярное произведение – это покомпонентное просто произведение и сумма. Это скалярное произведение. По-английски это называется dot product. Произведение, как бы, через точку. Ну, и я обычно пишу, если мне нужно скалярное произведение считать, то я пишу функцию dot, которая принимает две точки и, соответственно, разрешает их dot product, их скалярное произведение. Значит, если у меня есть два вектора u и v с вот этими координатами x1, y1, x2, y2, то можно также показать, что это скалярное произведение равно следующей величине u на v на косинус угла между ними. Косинус этого угла φ. Это тоже скалярное произведение. Ну, давайте это без доказательства. Скорее всего, это было в какой-нибудь длинале. И это работает в любом пространстве любой размерности. Если у вас есть два вектора, вы их вот так по компоненту перемножите и все сложите, то вы получите произведение их длины умноженное на косинус угла между ними. Причем косинус угла определен в любом пространстве. Угол определен в любом пространстве, косинус тоже можно посчитать. Вот это скалярное произведение. Оно нам позволяет сделать, например, следующее. Оно позволяет понять, какой угол между двумя векторами. Потому что если угол между ними, скажем, острый, тогда это значит, что косинус φ больше нуля. Если угол острый, значит, скалярное произведение будет положительным. Потому что произведение двух длин на косинус угла, который положительный. Значит, скалярное произведение будет положительным. Если угол прямой между ними, то косинус φ равно нулю, и значит, скалярное произведение тоже равно нулю. Раз у нас есть нулевой множитель, то значит, что все произведение равно нулю. Этим и пользовались, когда проверяли ортогональность двух векторов. Что векторы ортогональны, если их скалярное произведение равно нулю. Ну, соответственно, последний случай, скажем, вот такой, когда между ними угол тупой. Угол тупой, соответственно, косинус φ меньше нуля, и значит, скалярное произведение отрицательное. То есть, по сути, знак скалярного произведения, больше нуля, равно нулю или меньше нуля, нам сообщает о типе угла между двумя векторами. Тупой он, острый или прямой. Три случая, три возможных знака для скалярного произведения. Ну и отсюда же можно не просто узнать тип угла, но и найти значение угла. Достаточно просто взять об косинус от нужной штуки. Давайте скажем, что пусть у меня есть скалярное произведение У и В, я его так обозначу через скобки. Скалярное произведение. Тогда понятно, что косинус φ – это скалярное произведение. Делить на произведение длин, делить на длину У умножить на длину В. Значит, φ – это просто об косинус. φ равно в плюсах – это опос. Не арк, а а просто. Опос – вот в этой штуке. Ну, это наш угол φ. Причем, насколько я знаю, эта штука принимает значение от нуля до пи. От нуля до пи не включительно. Сейчас, секунду. Или включительно. Ну, наверное, включительно, потому что если векторы вот так вот противоположны, то угол между ними равен пи. Вот, значит, мы можем также найти и угол между двумя прямыми, но уже с помощью такой вот еще более сложной тригонометрической функции. Вот. И на самом деле вообще во всей этой геометрии есть, ну, как минимум, три класса функций. Первое – это всякие вот простые сложения, там, деления, умножения. Ну, и то там лучше без деления, да, обойтись. Это прямо наши любимые функции, которые в идеале вообще позволяют нам не переходить к вещественным числам. Это там сложение, умножение, ну, на крайнем случае деление. Потом есть всякие извлечения корней, когда нам нужно там опускать пермотикуляры, пересекать оружности прямую и так далее. Это вот всякие извлечения корней. Ну, собственно, да, там основная процедура – это извлечения корней. Вот. И третий тип функций – это всякие тригонометрические. Косинусы, синусы, арк, косинусы, арксинусы. Это еще более неточные функции, вот. И поэтому вот я рекомендую их избегать только, ну, если нет явной необходимости. То есть понятно, что если вам нужно посчитать вектор между… Ну, там, в условии, грубо говоря, написано, что нужно эти векторы между двумя отрезками, между двумя векторами, то, понятное дело, ну, вам нужно, значит, вызвать арк-косинус. Понятно, что без этого никак. Вот. Но если вам это не нужно, если вам, скажем, нужно только вывести тупой угол, острый или прямой, то вы считаете скалярное произведение, причем, возможно, вам для этого хватит интов, ну, или там, лонг-лангов, считаете скалярное произведение и по знаку определяете тип угла. То есть не нужно его сам находить и потом там сравнивать с пи пополам, чтобы понять, тупой он или острый. Чтобы понять его тип, можно просто посмотреть на знак скалярного произведения. Поэтому, как говорится, I cannot stress this enough, невозможно это переоценить, старайтесь использовать как можно более простые функции. Если можно обойтись без трагонометрии, то обходитесь. Если можно обойтись без излишения корней, обходитесь. Старайтесь как бы использовать там умножение где-то, можно вычитание где-то, где можно. Потом, если этого не хватает, то излишение корней, и потом только в самом крайнем случае косинусы, синусы, тангенсы и все такое прочее. Потому что эти функции сильно менее точны. Да, а у нас вполне бывает такое, что из-за точности, из-за того, что у нас накапливается погрешность, когда мы делаем много-много-много вычислений, у меня погрешность накапливается, и, возможно, там результат мы посчитаем слишком плохой, недостаточно точный. Ну вот, что я хотел сказать. Так, есть ли вопросы какие-нибудь сейчас? Если нет, тогда давайте перейдем к триангуляции. Триангуляции многоугольников. Триангуляции многоугольников. Значит, здесь задача такая. Есть у вас какой-то многоугольник, а именно, ну что такое многоугольник, это какая-то замкнутая, не самопересекающаяся ломаная. Вот я что-то такое нарисовал. И нам нужно его треангулировать, то есть провести там несколько отрезков между вершинами, так, чтобы все разбилось на треугольники. Давайте я нарисую какую-нибудь треангуляцию. Так, ну вот вроде нарисовал. Значит, мне нужно провести какие-то отрезки между вершинами, так, чтобы все разбилось на треугольники. Ну и причем вот эти вот отрезки, которые я провожу, они лежали строго внутри нашего многоугольника. То есть, ну, понятное дело, что вот такой, скажем, отрезок, он бессмысленный, да, он не отстекает никакого треугольника. Он плохой, его нельзя рисовать. Вот эти отрезки мы будем называть диагоналями. Диагонали. Диагонали – это просто какие-то отрезки, которые целиком лежат внутри многоугольника. Точнее, это отрезки между вершинами, отрезки между несоседними вершинами, не соседними вершинами, целиком лежащие внутри многоугольника. Даже, я скажу, во внутренности. Во внутренности многоугольника. Вот, про эту треангуляцию есть, ну, такой а-ля практический повод это вообще изучать. Это примерно следующее. Вот представьте, что у вас есть какая-нибудь там музейная галерея, в которой хранятся какие-то картины или там что угодно, и вот вся галерея задается таким вот каким-то странным многоугольником. Бог знает, у вас почему-то архитектор выделил вам вот такое помещение, очень странное, с кучей углов. Значит, вы поставили картины, и вам нужно поставить несколько камер или поставить несколько вахтерш, которые будут сидеть на своих стульчиках и смотреть, что вокруг них все, что они видят, там все хорошо, да, никто ничего не пытается украсть, или там что камеры видят, что вокруг них никто не пытается там нарисовать что-нибудь плохое на картине. Тогда задача сводится к тому, чтобы поставить какие-то точки внутри нашего многоугольника так, чтобы все, ну, из каждой точки был виден какой-то кусок вашего многоугольника, и при этом объединение этих кутков было равно всему вашему многоугольнику. Да, ну, вот, например, если я поставлю точку где-нибудь вот здесь вот, то я, ну, не буду видеть, не знаю, там что-нибудь вот здесь, например, да, потому что вот этот отрезок вот, он проходит как бы частично через границу нашего прямоугольника и даже там где-то вне, поэтому из-за вот этого стенки я что-то, что-то видеть не буду, вот эта точка видеть не буду. Ну, а там кажется, что если поставить точку где-то вот здесь вот, то, видимо, из него вообще все видно, ну, если вот этот вот угол, да, он там, то есть если вот так вот усилить, то будет не видно, вот если он такой, как на картинке, то все видно. Вот, ну, в общем случае можно действовать так, то есть это наш хороший случай, когда там вообще одну точку все покрывается, в общем случае это не обязательно так. Вот, и, соответственно, задача такая, сколько нужно поместить, там, сколько достаточно поместить в Ахтерш, чтобы они все видели. Простое решение такое, давайте мы построим треангуляцию нашего многоугольника, вот такими вот диагональками, и в каждом треугольнике просто назначим свою бабушку, которая будет сидеть и за всем наблюдать. Тогда получается, что нам нужно бабушек, правда, столько, сколько треугольников. Да, сколько треугольников. Ну и вот, понятное дело, простое упражнение, что треугольников в треангуляции всегда ровно n-2. Треугольников всегда ровно n-2, где n – это число вершин в исходном многоугольнике. Число вершин в многоугольнике. Ну, потому что, если у вас есть один, если у вас n равно тройке, то у вас, скажем, просто-простая индукция, простая индукция, если n равно тройке, то у вас есть один треугольник всего, он как бы сам по себе и равен, тому, чему нужно. Если там для n – это верно, и вы находите для большего n, то вы поройте одну диагональ и разбиваете ваш многоугольник на два куска, там, левый и правый, здесь там k-2 треугольника, здесь m-2, и в сумме k плюс m равно n плюс 2, потому что вот эти две точки на пересечении многоугольников, они учатся в два раза. Вот так вот я коротко это доказал. Ну вот, в итоге всегда обязательно хватит n-2 в актерш, но можно даже сделать лучше, давать тоже упражнение, которое я, наверное, в следующий семинар вставлю, что из этой конструкции можно показать, что всегда достаточно так, скольких, ну, видимо, n делит на 3 в актерш, чтобы обозреть весь многоугольник. Обозреть весь многоугольник. то есть достаточно поставить не в каждом треугольнике, грубо говоря, в каждом третьем, не в каждом треугольнике, а в каждом третьем треугольнике, тогда тоже все можно будет увидеть. А точно вниз? А точно вниз? Да, 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 ну, ладно. Вот, ну, на семинаре, надеюсь, разберем еще, разберете. Так, для нас, ну, и еще, еще здесь же упражнение, причем бывают многоугольники, для которых нельзя обойтись меньше, что он в актерш. Бывают многоугольники, многоугольники, для которых необходимо, ну, я здесь не уверен на счет n на 3, но там точно n делить на 3 минус константа. Необходимо n делить на 3 минус константа в актерш. То есть, по порядку у нас будет правильная вот эта вот, у нас будет правильная оценка, то, что n на 3 иногда достигается и всегда достаточно n на 3. Вот, ну, а мы, мотивирувавшись как бы этим примером про музей, построим алгоритм треангуляции произвольного многоугольника за м квадрат. Теангуляция. треангуляция за оттен в квадрате. Значит, первый случай, который так, просто обсудим, что если многоугольник выпуклый, то это можно сделать просто за оттен. потому что выпуклые многоугольники, все отлично. Мы, скажем, можем взять просто одну вершину, провести из нее все диагонали, и тогда автоматически все разобьется на треугольнике. И из-за выпуклости у меня не будет таких проблем, что там какая-то диагональ как-то пересекает вдруг другие стороны или что-то такое. В выпуклом случае все прям идеально, мы просто проводим вот эти вот отрезки, и это будет наша треангуляция. Здесь все шикарно, просто, и думать ни на чем не нужно. Поэтому считаем, что наш многоугольник не выпуклый, и, соответственно, тогда задача интересная, потому что провести отрезок не всегда понятно, можно ли его провести или нет. Иногда он может пересекать другие стороны или в каком-то треугольнике могут лежать другие точки. Вот это все нужно отслеживать. Ну, хорошо. Давай тогда докажем следующее утверждение. Нет, сори. Сначала определение. Ухом в многоугольнике называется треугольник в и минус один в и в и плюс один, то есть образованный тремя последовательными вершинами, который целиком лежит в многоугольнике и при этом внутри этого треугольника нет других вершин. то есть ухо это как раз то, что мы будем отрезать. Вот такой треугольник торчащий где-то, который можно отрезать, который можно сгладить, оставить одним треугольником и трианглировать все остальное. картинки какие-нибудь здесь такие можно нарисовать. В хорошем случае, когда есть какой-то такой многоугольник, у меня вот это является хорошим ухом. Это ухо. То есть это такой треугольник из трех подряд ведущих вершинок, где внутри ничего нет другого. Это хороший случай. Плохой случай, например, вот такой, когда угол при вершине больше, чем 180 градусов. То есть угол вот такой, лежащий во внутренности. И мы как будто бы смотрим на вот такой треугольник, построенный по этим трем сторонам. И это по трем вершинам. Это плохой треугольник, потому что он не лежит во внутренности, он лежит где-то там вовне. Еще плохой пример это когда ну просто что-нибудь вот такое происходит, когда вы проводите тогда отрезок между вашими вершинками и минус первый и плюс первый, у вас внутри может лежать какая-то другая вершина, и соответственно тогда у вас автоматически это не ухо, вы не можете его отрезать, перейдя к другому уголу. А у нас такое может быть вообще? Потому что у нас же тогда следующая вершина просто будет другой. Ну смотрите, следующее у нас идет в понимании просто звеньев ломаной. У нас вершины задаются так, не знаю, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и так далее. Так как мы тогда соединили третью с первой, если после нее есть еще какое-то количество? Нет, ну смотрите, мы ее соединяем, вот это красное ребро, это как бы попытка провести, сейчас, возможно здесь черное, это я плохо нарисовал. Сейчас, одну секунду. Нет, я имею в виду, мы же соединяем, берем треугольник на трех подряд идущих вершинах, а здесь они вообще не подряд идут. Нет, так вот же, три подряд, вот эта первая, вот эта вторая, следующая за ней, вот эта третья, следующая за второй. Ой, да, да, извините, что-то забыл. Вот, и последний пример я нарисую близкий к предыдущему, это вот такой пример. И вот здесь какое-то такое касание происходит. То есть, почти все, почти все идеально, только на вот этой вот стороне лежит какая-то другая вершина. Это тоже плохо, мы такого будем избегать, потому что после этого как бы наш многоугольник распределяется на два несвязанных, и это плохо, мы такого не хотим. Вот что такое ухо. Это вот треугольник из трех подряд крючих вершин, которые можно отрезать. Утверждение. В любом многоугольнике, ну, давайте мы напишем в любом простом многоугольнике. Простой – это значит, что его стороны попарно не пересекаются, то есть у него нет самого пересечения, то есть без самого пересечения. То есть его граница – это одна замкнутая ломаная без самопересечения. Вот там какая-то такая штука, а не вот такая какая-то, которая пересекает сама себя много раз. То есть в любом простом многоугольнике с n хотя бы 4 есть хотя бы два не пересекающихся уха. Есть хотя бы два не пересекающихся индукция по внутренности. Доказательство индукции по построению. Индукция ПАН. Индукция ПАН. База n равно 4 у нас есть всего два, ну, два типа многоугольников на n равно 4. Это как для n равно 3, у нас есть всего один треугольник, так для n равно 4 у нас есть выпуклый четырехугольник. Вот такой вот. И не выпуклый, такая вот галочка вложенная. Такая вот галочка. Ну, понятно, что у них у обоих есть два уха. Первое и второе. И здесь тоже первое и второе. Причем, если в выпуклом случае мы можем так, ну, найти такие два уха без самопересчения двумя способами, то есть можно провести вот эту красную диагональ, можно провести вот такую зеленую противоположную, да, и будет другое разгонение на два уха. Ну, неважно. Главное, что он какой-то есть. А в невыпуклом случае тоже вот оно есть, причем оно обязательно только одно. Только одно такое разгонение. На два уха. Теперь переход. Переход. Значит, давайте мы посмотрим на какую-то вершину произвольную, которая выпуклая. Значит, выпуклая вершина. Что это значит? Произвольная выпуклая вершина. Ну, это значит, как раз, что угол при ней меньше, чем 180 градусов. Вот этот угол меньше, чем π. Выше я рисовал картинку, где угол при вершине был больше 180 градусов. Давайте его установлю. Вот какая-то такая, если картинка, да, то есть когда вы идете от одной стороны до другой, когда вы делаете такой поворот, вы как бы поворачиваетесь на 270 градусов, например, то есть когда у вас во внутренности лежит большой угол. Это плохо, это тогда не выпуклая вершина. А выпуклая вершина это когда у вас этот угол при ней меньше, чем π. То есть обычно нормальный угол поворота. Какая-то такая картинка. Итак, рассматриваем произвольно выпуклую вершину ВИ и двух ее соседей ВИ плюс 1, ВИ минус 1. Давайте посмотрим, значит, проведем вот такой отрезочек между ними, поймем, правда ли, что это ухо или нет. В идеале, если это ухо, если как раз на вершине ВИ мы получили здесь ухо, то давайте мы просто отрежем, перейдем к меньшему многоугольнику, у которого уже на одну вершинку меньше. В нем по предложению индукции будет хотя бы два не пересекающихся уха и значит одно из них я могу объединить вот с этим, ну или там их просто оставить и у меня будут уже два уха. То есть на самом деле у меня уже получится три уха, но это не важно, мне главное, что есть хотя бы два. В хорошем случае, когда мы нашли вершинку, в которой уже торчит ухо, мы просто отрезаем и по предложению индукции вот этом меньшем прямоугольнике есть хотя бы два уха. Извините, не прямоугольники, а многоугольники. это хороший случай, когда мы можем отрезать эту прямую, то есть когда вот здесь нет точек, нет точек и это вершина выпукла. Это критерий того, что это ну это диагональ, там отрезать двух. Значит, плохой случай это когда у меня в этом треугольнике нашлись какие-то другие вершины. Я провожу этот отрезок и там нашлись какие-то другие вершины, то есть картинка какая-то вот такая, ну что-то такое. Тогда давайте сделаем следующее. Давайте мы среди всех вершин, которые попали внутрь этого треугольника, точнее внутрь или на его границу, мы найдем такую, которая ближе всех находится к точке ВИ там, к точке ВИ. То есть вот из всех этих, в нашем случае трех вершин, которые попали во внутренность нашего треугольника, мы найдем самую близкую к ВИ. Вот это будет точка КУ. КУ самая близкая к ВИ среди точек внутрь треугольника или на границе треугольника. Тогда я утверждаю, что ВИКУ это диагональ. Это практически очевидно, потому что, смотрите, когда я провожу вот этот отрезок из ВИ до КУ, на нем точно нет никаких других точек, потому что мы взяли КУ такую, что она самая близкая к ВИ внутри треугольника. Ну, а этот отрезок, он, понятно, тоже внутри треугольника, значит, на нем нет никаких других точек, и, соответственно, никакие другие стороны его не пересекаются. Поэтому это, опять-таки, диагональ. Это диагональ. И мы наш многоугольник тогда можем разбить на два. Мы можем разбить его на вот этот многоугольник. Давайте красным вытерю. Это выше, чем наша диагональ. И ниже. Второй. Ну, и, собственно, победа, да. Ну, то есть, тут надо аккуратно посмотреть за количеством вершин, но понятно, что в обеих частях будет хотя бы по три вершины. Здесь хотя бы три, здесь хотя бы три. Значит, в каждой части есть хотя бы одно ухо, то есть там либо ровно три вершины осталось тогда просто это один треугольник уха, либо это там хотя бы четыре, и по предложению индукции там хотя бы их два. Значит, обязательно есть и там, и там по уху, ну, вот, суммарно их будет опять-таки хотя бы два. Вот, вроде, победа. Мы нашли такую, мы нашли какую-то диагональку за счет того, что взяли самую близкую точку внутри треугольника к вейтому, и, соответственно, ее больше никто не будет пересекать, потому что иначе, а там, если бы ее кто-то другой пересекал, там что-то такое, если бы ее пересекал кто-то, то, но за счет того, что мы как бы должны как-то выйти сюда, зайти сюда и выйти, то обязательно здесь там должна быть какая-то более близкая точка. Вот. Хорошо, значит, мы доказали, что всегда есть хотя бы два уха. Ну, тогда алгоритм строится следующим образом, алгоритм триангуляции. алгоритм триангуляции. То есть мы поддерживаем многоугольник, поддерживаем, точнее, вершину многоугольника в, например, двусвязанном списке. в двусвязанном списке. То есть у меня каждый вышел ссылается на следующую и на предыдущую. Тогда алгоритм такой. Значит, на первом шаге мы найдем и отрежем либо одно ухо, либо найдем диагональ и... Нет, сейчас, да, сори. Значит, у меня будет такая процедура, которая находит одно ухо в многоугольнике. Find here. найти ухо в многоугольнике. что она делает? Она берет, проходится по всем вершинкам и находит произвольную выпуклую. Выпуклая вершинка. Затем строит вот этот треугольник V и минус один, V и плюс один. Проводит такой отрезок и смотрит. Проводит такой отрезок и смотрит. Если внутрь этого треугольника ничего больше не попало, то это ухо, и мы его сразу нашли. Соответственно, его можно отрезать, изъять из нашего списка вот эту вершинку, соответственно, перенаправить стрелочки вот здесь вот из двух сосей друг в друга и решить задачу на меньшее многоугольники. Это хорошо. В случае же, когда это не ухо, мы сделаем следующее. Мы найдем как бы почему-то не ухо, то есть найдем такие точки, которые лежат внутри этого треугольника, возьмем из них самую близкую к ВИ и проведем такую диагональку. Соответственно, как и выше, у меня многоугольник разобьется на два кусочка. Там один и другой. И тогда я утверждаю, что в каком-то из них точек не больше, чем n пополам. Точнее, n пополам плюс 1 или плюс 2. Потому что, ну понятно, что суммарно в них вершинок на 2 больше, чем в исходном многоугольнике, потому что ВИТа и КУ посчиталось два раза. Значит, в каком-то из них точек не больше, чем n пополам плюс 1. Скажем, вот здесь точек не больше, и давайте я запущусь рекурсивно от того многоугольника в поисках уха. То есть, это какой-то подногоугольник. Я в нем найду ухо рекурсивно и его отрежу. И потом опять буду решать задачу на исходном многоугольнике, от которого откусно ухо. Тогда время работы будет примерно таким. Это какое-то линейное время, чтобы, во-первых, найти произвольно выпуклую вершину и проверить, что мы отрезаем ухо. Если мы отрезали не ухо, то, значит, мы нашли q и наш многоугольник сократился в два раза. Я напишу t, t, t пополам. Тогда t, 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 t. Еще раз. Мы проверяем, какой-то треугольник на то, ухо это или нет. Если ухо, то отрезаем, и получается, мы за линейное время прохода по всему многоугольнику, мы отрезали какое-то ухо. Теперь решаем задачу на меньшем многоугольнике. Опять, будет квадратичное время. Если же это не ухо, и, соответственно, здесь лежат какие-то другие точки, давайте возьмем самую близкую к ваге. Соответственно, нагугольник разберется на два кусочка. Легко это переписать в серминах double-linked list, то есть двусвязанного списка. Есть одна половинка, есть другая. В одном из них в каком-то вершин меньше, чем в другом. Меньше, чем половина. Вот я от него запускаю секрусивно, там делаю то же самое, нахожу какое-то ухо. Отрезаю, и получается, что я за вот такое время могу найти ухо, ну, одно из ушей в нашем многоугольнике. Отрезаю, и решаю задачу на меньшем многоугольнике. Тогда весь алгоритм триангуляции работает за квадрат. Если нет вопросов, то спасибо. На этом мы заканчиваем. Отмечу только лишь в конце, что существует алгоритм за NBG. Мы его, наверное, не будем рассматривать. А он сильно сложный или нет? Ну, не особо. Это все относительно, конечно. Хорошо. Ладно. До свидания. Вот, да. Спасибо. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...